Уважаемые коллеги, я представляю вашему вниманию эндоскопическую расширенную операцию на околоносовых пазухах, в том числе операция ДРАФ-3, у пациента с односторонним аллергическим грибком риносинуситом. На КТ видно тотальное затемнение околоносовых пазух справа с распространением патологии в переднюю черепную ямку и медиально в сторону противоположной лобной пазухи. В задних отделах видна костная деструкция в области расширенных границ правой лобной пазухи и также вовлечение кленовидной пазухи со смещением перегородки кленовидной пазухи в противоположную сторону. На аксиальной проекции видно расширение границ правой лобной пазухи с костной деструкцией, в том числе передней стенки. Это правая половина носа, уже открыта правая верхняя честная пазуха. Мы работаем под контролем эндоскопа 70 градусов и видим полость правой лобной пазухи, тотально заполненной грибковыми массами. Мы их удаляем с помощью ирригации, с помощью шейвера, с помощью крючков и этот процесс занимает достаточно долгое время. Наконец, после множественных попыток ирригации, мы удаляем грибковое содержимое из правой верхней челюстной пазухи и очищаем ее полностью. С помощью обратного выкусателя дополнительно расширяем соустье вниз, в сторону нижней носовой раковины и удаляем остатки крючковидного отростка справа. Нам хорошо видны практически все отделы правой верхней челюстной пазухи. Это передняя стенка верхней челюстной пазухи, а мы работаем шейвером и срезаем полипозно измененную срезистую оболочку. Переходим на эндоскоп 0 градусов и расширяем средний носовой ход вверх за счет удаления передней стенки клетки Агернази частично. И удаляем среднюю раковину, поскольку она вовлечена в процесс. Используем шейвер для удаления остатков средней носовой раковины. В задних отделах видно кровотечение скляновидно-необной артерии, которую мы коагулируем с помощью биполярного коагулятора. Видно, что решетчатые пазухи также содержат грибковое содержимое, грибковый муцин. В каждой клетке фактически он содержится. И мы постепенно вскрываем решетчатые клетки. Здесь достаточно скудные анатомические ориентиры. Слизистая оболочка очень сильно изменена и затрудняет визуализацию окружающих структур. Мы удаляем перемычки решетчатого лабиринта и постоянно производим ирригацию для удаления грибкового муцина. Это грибковый муцин в задних решетчатых клетках. Мы его промываем. Далее используем отсос для удаления. Сейчас промываем под давлением. Это позволяет нам убирать такие фрагменты грибкового содержимого. С помощью щипцов Керресона фрагментируем костные перемычки решетчатого лабиринта в задних отделах. Двигаемся из нижнемедиального угла вверх и латерально. И после этого работаем шивером. Убираем мягкие ткани и мелкие костные фрагменты. Сейчас мы двигаемся в сторону кленовидной пазухи. И убираем мягкие ткани, полипозноизмененную слизистую, покрывающую окружающую структуру. Продолжение следует... Снова после ирригации нам удается убирать достаточно крупные фрагменты грибковых тел. И теперь мы видим правую кленовидную пазуху, которая содержит также грибковые содержимые. Мы используем метод ирригации и расширяем максимально соусти кленовидной пазухи латерально до медиальной стенки орбиты вверх, до основания черепа. И продолжаем удалять грибковые содержимые из кленовидной пазухи. Мы используем крючок, мы используем метод ирригации. Видно, что кленовидная пазуха очищена. Также максимально удаляемая переднюю стенку вверх, до основания черепа и латерально. Продолжение следует... Теперь мы хорошо видим уровень основания черепа в кленовидной пазухе, в задних клетках решетчатого лабиринта и можем двигаться по нему в ретроградном направлении в сторону лобного кармана. Это верхняя шестная пазуха, ее задняя стенка. И теперь используем шевер изогнутый и двигаемся по основанию черепа, убирая полипозно-измененную слизистую. Пока мы используем эндоскоп 0 градусов, до тех пор, пока мы визуализируем область операции. Производим ирригацию в области лобного кармана, убираем грибковые массы и меняем эндоскоп на 70 градусов, чтобы уже хорошо видеть верхние отделы и лобный карман. Используем щипцы изогнутые на 70 градусов для лобной пазухи, убираем костные перемычки вдоль медиальной стенки орбиты. Используем изогнутый шевер. Удаляем полипозно-измененную слизистую, обнажая окружающие структуры. Сейчас мы работаем на медиальной стенке орбиты. Теперь используем кобру, убирая костные навесы в области лобного кармана. И также остатки перемычек решетчатого лабиринта, который прикрепляется к медиальной стенке орбиты. Это зона дренирования лобной пазухи. Мы расширяемся латерально и промываем лобную пазуху, вымывая оттуда обильное количество грибковых масс и полипозно-измененные слизистые оболочки полипов. Убираем их с помощью шевера. И начинаем визуализировать правую лобную пазуху. С помощью кобры расширяемся латеральной кпереди. И далее используем шевер. Бегаемся кзади, удаляя перемычки между крышей решетчатого лабиринта и лобной пазухой. Но здесь имеется дилатационное расширение границ лобной пазухи. И нужно помнить, что основание черепа будет находиться в решетках намного более кпереди, чем на уровне лобной пазухи. Используем обратный шевер, двигаясь назад в сторону основания черепа в решетчатом лабиринте. Сейчас мы видим правую лобную пазуху. Квеновидное основание черепа в задних решетчатых клетках. Далее основание черепа поднимается вверх в сторону лобной пазухи. И непосредственно сама лобная пазуха с расширенными границами. Но учитывая агрессивный полипозный процесс, этого соустия недостаточно. Поэтому мы переходим на расширенный этап операции. И который включает эндоскопическую полисинусотомию с противоположной стороны. Сейчас мы будем оперировать пазухи с неизмененной анатомией. И можно ее изучить. Это конхобулез. Мы убираем латеральную пластинку средней раковины. Далее с помощью обратного выкусывателя удаляем крючковидный отросток. С помощью крючка отодвигаем верхний отдел крючковидного отростка медиально. И удаляем верхний отдел крючковидного отростка с помощью щипцов керресона. Далее используем крючок, чтобы отодвинуть нижний отдел крючковидного отростка и расширить естественное соустие верхней челюстной пазухи. Мы его расширяем кзади и далее используем прокусывающие насквозь щипцы, чтобы расширить его кзади и книзу. Это решетчатая булла. Мы используем щипцы керресона, чтобы удалить переднюю стенку решетчатой буллы. Открываем ее и удаляем верх и латерально. Используя технику прокусывания насквозь, не отрываем слизистую, стараемся сохранить слизистую оболочку, которая покрывает окружающую структуру. Видно, что решетчатая булла содержит полипозную ткань. Используем шивер, чтобы удалить полипозную ткань. Далее двигаемся к следующей анатомической структуре. Это базальная пластинка средней раковины. В частности, ее вертикальный сегмент. Мы перфорируем вертикальный сегмент и визуализируем верхнюю носовую раковину. Формируем окно, верхний носовой ход. Из него двигаемся латерально вверх, открывая задние клетки решетчатого лабиринта. Мы скусываем, но не отрываем ткани. Мягкие ткани удаляем с помощью шейвера. Мы видим выбухающую перегородку носа, которая смещена за счет полипозного процесса. И видим верхнюю носовую раковину. Это горизонтальная часть базальной пластинки средней раковины. И верхняя носовая раковина, нижнюю тре, которую мы будем удалять, чтобы открыть задние решетчатые пазухи и кленовидную пазуху. Двигаемся также из нижнего идеального угла вверх, латерально открывая самые задние решетчатые клетки. С помощью распатора пальпируем соусте кленовидной пазухи, которая находится медиально от верхней раковины. Проворачиваем инструмент и далее убираем нижний отдел верхней раковины, визуализируем соусте кленовидной пазухи. Расширяем соусте с помощью щипцов Блэксли. Растягиваем его, чтобы можно было ввести инструмент щипцы Келесона. Вводим щипцы Келесона и удаляем переднюю стенку кленовидной пазухи вверх и латерально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы видим впереди кленовидную пазуху, смещённую перегородку кленовидной пазухи. Далее двигаемся вверх в сторону лобного кармана. Это основание черепа задних клеток решетчатого лабиринта. Далее оно поднимается вверх в сторону лобной пазухи. Мы используем Кобру. Убираем перемычки решетчатого лабиринта в области лобного кармана слева. А мягкие ткани удаляем с помощью шейлера. Далее. Далее. Мы начинаем видеть левую лобную пазуху. Убираем перемычки решетчатого лабиринта между лобной пазухой и решетчатыми клетками. Используем обратный шейвер, чтобы убрать эти перемычки. И далее переходим непосредственно на драфт-3, поскольку левая лобная пазуха также недоступна визуализации из-за смещенной перегородки лобных пазух. Мы формируем лоскуты в области крыши полуистеноса с формированием верхнего септального окна. И обнажаем латеральную стенку полости носа в проекции носа слезного протока. Отсепаровываем слизистую оболочку, обнажаем дно лобных пазух и формируем лоскут в области перегородки носа. Рассекаем хрящевой отдел и удаляем его с помощью прокусывающих насквозь щипцов, таким образом, чтобы через септальное окно мы видели оба дна лобных пазух с двух сторон. Вот сейчас мы видим дно лобной пазухи справа, назальную ость и дно лобной пазухи слева. Задние границы мы определили за счет смещения слизистой оболочки назад и визуализации первого обонятельного нейрона. Теперь мы еще несколько расширяем наше септальное окно сзади и далее приступаем к высвердиванию лобных пазух спереди-назад. У нас уже есть задние границы, поскольку мы открыли лобные карманы, для нас это будет дополнительным ориентиром. Теперь высверливаем латеральные стенки полости носа с двух сторон, верхнее дело перегородки носа, назальную ость. Формируем полукруглый купол и ровную площадку в проекции дна лобных пазух. Эндоскоп мы ввели через правую полы носа, а ворк через левую. Таким образом у нас хорошая достигается визуализация и достаточное пространство для манипуляции инструментами. Продолжаем высверливание латеральных стенок, верхних отделов и при загрязнении эндоскопа операционная сестра производит ирригацию через туплое на носа, в которое введен эндоскоп. Таким образом нам нет необходимости вынимать эндоскоп из полости носа для его очищения. Работа у нас не останавливается. Наша задача высверлить в максимальном анатомических пределах, потому что у пациента очень агрессивный полипозный синусит и полипы могут расти снова. Наша задача сделать так, чтобы не было распространения процесса за пределы пазух. В переднюю черепную ямку, либо в деструкции. И нам будет намного удобнее проводить местную ирригационную терапию, когда у нас широкие границы. Сейчас мы видим перемышки решетчатого лабиринта в области лобных карманов, которые мы удаляем с помощью шевера. Они как раз распространяются вверх в лобные пазухи. И сейчас мы видим уже дно обеих лобных пазух с двух сторон. Пока мы используем эндоскоп 0 градусов и стараемся использовать более прямые инструменты. Но когда уже не будет хорошей визуализации лобных пазух, мы перейдем на градусную оптику. Сейчас мы убираем слизистую оболочку в области заднего края сетального окна. Лишнюю слизистую оболочку в области латеральных стенок полости носа, задних стенок лобных пазух. В области перехода основания черепа из решетчатых пазух и лобные пазухи. И теперь мы используем градусную оптику эндоскоп 45 градусов. И видим как раз правую лобную пазуху, которая содержит грибковый муцин. Но наша задача максимально снять кослые навесы для того, чтобы мы могли хорошо визуализировать просвет обеих лобных пазух. Поэтому продолжаем высверливание. В данном случае высверливание идет в области медиальной стенки орбиты справа с переходом на дно правой лобной пазухи. Продолжение следует... Здесь не совсем обычная анатомия. Передние отделы лобных пазух имеют углубление и зону пневматизации в области перехода в спинку носа. Наша задача эти костные структуры убрать для того, чтобы максимально широко открыть пазухи. Поэтому мы продолжаем высверливание передних отделов. Уже хорошо видны убилобные пазухи. Вот как раз эта зона пневматизации, которая содержит такую тоже костную перемычку. Мы ее убираем. Видно, что она очень близко подходит к задней стенке обеих лобных пазух и переходит в перегородку лобных пазух. И наша задача высверлить эту зону, иначе это как раз возможная область рубцевания. Правая лобная пазуха, костный выступ, левая лобная пазуха. И продолжаем высверливать к переду. Продолжаем высверливать к переду. Продолжаем. Здесь достаточно массивная кость, поэтому мы используем режущий бор. И далее переходим на высверливание перегородки лобных пазух. Объединяя их между собой. Сейчас используем шейвер. Убираем остатки решетчатой лабиринта. Вот здесь имеется дополнительная клетка, которая как раз блокировала вход в левую лобную пазуху и не позволяла нам ее сразу визуализировать. Сейчас мы убираем с помощью обратного шейвера. Вот сейчас хорошо видно левые и правые лобные пазухи. Как раз после удаления костного навеса в области перехода в спинку носа. И справа видна пульсация задней стенки правой лобной пазухи за счет того, что там отсутствует кость. Это уже непосредственно контакт с передней черепной ямкой. Мы промываем эту зону, поскольку там еще достаточно много грибкового муцина. Его обязательно нужно полностью удалить, иначе он послужит источником рецидива процесса. Снова ирригацию производим под давлением. Видно, что достаточно много вымывается грибкового муцина. И продолжаем высверливание. Все еще мы не достигли анатомических границ. Сейчас мы высверливаем перегородку лобных пазух. Стараемся это сделать максимально до крыши лобных пазух. И убираем лишнюю среднюю оболочку в латеральных отделах, чтобы хорошо визуализировать обе лобные пазухи. В правой лобной пазухе видна пульсация задней стенки. Переходим на эндоскоп 0 градусов. Это завершающий этап операции. Убираем остатки полипозной измененной ткани, которую мы до конца, может быть, не убрали. Это правая верхняя щестная пазуха. Видно, насколько выражена в ней изменена слизистая оболочка. Правая клиновидная пазуха. Промываем. Убираем остатки перемычек, которые могли остаться в свободные фрагменты. Либо грибковые фрагменты. И максимально тщательно все проверяем. Правая клиновидная пазуха. Крыша. Решетчатого лабиринта. Зона пситовидной пластинки. Задний край сортального окна. Мы используем пока отсос. Видим обе половины носа через сортальное окно. И максимально спиливаем перегородку носа в задних отделах. Фронтал Ти точно называется. Максимально приближаясь к основанию черепа. При этом мы сохраняем слизистую оболочку. Алмазный бор это позволяет сделать. Мы ее укладываем. Но костные фрагменты торчащие спиливаем. Это задние отделы между пленовидной пазухой и решетчатой костью. Здесь есть утолщенные фрагменты кости. Мы их тоже можем спилить с помощью бора. При этом сохранив слизистую оболочку вокруг. То есть мы используем бор только в области обнаженной фрагментов кости. Вот сейчас мы хорошо видим переход пленовидной пазухи в задней клетке решетчатого лабиринта. С помощью шейвера убираем полипозно измененную слизистую как раз по основанию черепа. Здесь нужно быть предельно аккуратными, чтобы никуда не провалиться. Потому что ткани все очень мягкие, измененные. И не забыть никакие фрагменты грибковых тел. Поэтому все проверяем. И правая верхничная пазуха с помощью шейвера максимально сбриваем измененную слизистую оболочку. Но не обнажаем кость, чтобы избежать остеита в этой зоне. Правая длинновидная пазуха максимально широко открытая. Турецкое седло. Крыша решетчатого лабиринта. И основная черепа, уходящая вверх водные пазухи. Мы используем эндоскоп 0 градусов, поэтому здесь лобные пазухи уже так хорошо не видим. Левая половина носа. Основание черепа, переходящее из лобных пазух в решетчатый лабиринт. И контрольные коты на седьмые сутки после вмешательства, чтобы убедиться, что мы полностью достигли всех отделов пазух, учитывая их расширение и костную деструкцию. Спасибо за внимание. Продолжение следует.